Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот сегодня мы слышали евангельское чтение, в котором говорится о том, что когда Христос говорил своим ученикам о том, что Его предадут, Он умрет, в третий день воскреснет, многим эта весть не понравилась. И самому Петру, близкому человеку, близкому ко Христу человеку, сам Христос говорит такие жесткие слова, отойди от меня. Сатана, ты думаешь о том, что человеческое, но не что Божие. И Петра по-человечески понять можно. Ведь хорошо быть рядом с учителем, когда, в общем-то, все твои проблемы решены, когда ты надеешься, что в твоей жизни впереди все только самое лучшее, возможно, даже и царство, в котором ты займешь не последнее место. А совсем не то, что говорит Христос. И Христа понять можно, почему Он так говорит Петру. Вспомним, как трудно было Христу в Гевсиманском саду, как трудно было идти Ему к чаше, которую дает Ему Отец. И все так понятно. Вот это наше человеческое, земное, через которое приходится пробиваться иногда для того, чтобы быть человеком. Вспоминается рассказ, который я когда-то читал об одном фронтовике. Он рассказывал о ситуации на фронте, когда только-только туда попал молодым человеком. Он еще не был в бою, и его подразделение оказалось в поле. В поле был бункер, началась жестокая бомбежка. И вот солдаты забрались в этот бункер. Им было там, он рассказывает, очень здорово. Снаряды где-то рвутся, ты их не слышишь. Так, где-то там, рядом с тобой происходит кровавое действие, а ты здесь защищен. И вдруг настала тишина, он говорит. Бомбежка закончилась. И старший товарищ, который уже побывал в боях, в сражениях, старший по званию, начал их всех выгонять из этого бункера. Они все возмутились, и он говорит такие слова, что у меня внутри все возмутилось, как этот человек сейчас гонит нас туда наверх, где бомбы, где ты можешь погибнуть из такого уютного, безопасного и защищенного места. И когда солдат всех выгнали из бункера, он увидел, почему этот старший его товарищ их оттуда выгонял. Враги уже были совсем рядом. И останься они в этом защищенном месте, их бы наверняка всех убили гранатами, и они погибли, не сделав ни одного выстрела. Так и мне, допустим, приходится выходить из своей зоны комфорта, когда не хочется, когда приходится отдирать себя самого, когда не хочется быть неравнодушным, когда хочется залечь на дно и оставаться там, потому что там уютно, тепло и приятно. Но и я сам за собой вижу, как это пагубно влияет на меня самого. Как я, наоборот, перестаю быть живым. Но что же можно сказать, все время прыгать через голову? Вот что говорит Феофан Затворник, память которого сегодня мы с вами празднуем. Он говорит о том, что вовсе не обязательно совершать подвиги. Нет, не обязательно. Он говорит о том, что следует о житейских делах хлопотать как о Господнем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а, напротив, приблизит к Нему. Банальные вещи, кажется. И когда я читал вот то, что предлагает мне сделать Феофан Затворник, я вспомнил эпизод своей собственной жизни. Когда я работал на одном предприятии, я был студентом, надо было быстро что-то делать, чтобы успеть на пары, чтобы, соответственно, заработать какую-то денежку для того, чтобы жить, существовать. И рабочий процесс, а там мы занимались различными железными изделиями, он часто представлял собой рутину. И хотелось вот побыстрее все закончить, поэтому часто все делалось небольшим, но браком. И как-то один пожилой человек подходит ко мне и говорит, ну, ты же человек верующий. Я говорю, ну да, верующий. Ну так делай так, как будто ты это делаешь перед глазами Бога. И мне стало не по себе. Меня вырвали из этой зоны комфорта. И я стал стараться. И со временем я стал замечать, как ко мне начало меняться отношение других людей, которые рядом со мной находятся. Из-за какой-то банальной вещи, какой-то железной детали, к которой я стал относиться совершенно по-другому. Но это же видно, это чувствуется. Это тоже проповедь Христа в каком-то смысле слова. Когда люди видят, что ты неравнодушен к тем, кто рядом с тобой, к самому себе. А это очень трудно сделать. Сам по себе вижу. Трудно вырвать себя из этой зоны комфорта, выбраться наружу и начать что-то делать. Вот о чем говорит Христос в этом маленьком отрывке Писания каждому из нас. Здорово, конечно, так ходить за Ним. Но случилось ли бы наше спасение? Остался ли бы Он рядом с нами, если бы не произошло все то, что произошло впоследствии? Если бы Он не пошел на смерть ради любви к каждому из нас? Если бы Он не воскрес? И ко всему этому мы теперь можем прикоснуться, быть участниками всего этого, быть рядом с Ним. Если бы мы не будем равнодушными. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...